Спасибо, коллеги! Вы смотрите блокпост на телеканале Юрген, а потому узнаете, нужны ли памятники болванам, как эротичные фото способны продвигать местных фермеров и уникальнейшее видео, соборный взгляд на главный культовый объект Коми. Блогер Ибигдан выложил фотоколлекцию необычных памятников России. Подборка более чем оригинальная. Ну, памятник домашним тапочкам это вроде нормально, как и монументик буренки в знак пропаганды натурального молока. Памятники светофору и пьянице тоже объяснимы. Первых все меньше, а вторых, увы, все больше, как и уличных фотографов, которые уверенно вымирают, подобно динозаврам. А вот памятники яйцу, как-то уж совсем спорно. Курица-то обидится, ведь она была первой. Или яйцо. Неважно. В общем, памятник курице лишним не будет. Дорогие зрители, может и Коми войти в архитектурную историю страны? А что, соорудить памятник, ну, скажем, белому грибу? Раз уж грибной переулок в Сахтовкаре появился. Или нет, семги Печорской. Ее ведь так мало осталось. Ну, или поставить в столице Коми мини-истуканы, мансийские болваны. Таких болванчиков-истуканчиков пораскидать. А то не каждый же в состоянии до плато-мань-пупунер добраться. Впрочем, к болвану у нас пока не дефицит. Блогер Асаратов разместил у себя в ЖЖ милое фото под старым, добрым советским слоганом. Пейте, дети, молоко. Такое хорошо смотреть и без комментариев. Очень понравился креативный подход к рекламе отечественного продукта. Думаю, нашей республике надо взять на заметку. С учетом старта проекта «Выбирайте наши». А как еще привлечь покупателей к местному молочку, сметанке или мясу? Разглагольствовать о пользе натурпродукта можно долго и нудно. А вот если развесить на улицах баннеры с такой вот картинкой, да еще если продавать наши продукты будут такие вот девушки, стопроцентная выручка местным фермерам обеспечена. Эх, возброшу килограммчиков, не важно сколько, и сама буду в купальнике пиарить местных производителей вкусностей. И ник поменяю с Дарья Главрет на Даша Вкусняша. Ммм, это лучше вырезать. Блогер Вэвент, в миру фотограф Антон Романов, устроил бесплатную видеоэкскурсию у себя в блоге для тех, кто никогда не смотрел на мир, а точнее на Стефановский кафедральный собор в Сыктывкаре, таким вот необычным взглядом. Стефановский кафедральный собор в Сыктывкаре, ну как вам? По-моему, полнейшее ощущение реального присутствия. Это нечто новенькое в видеоарте коми, согласитесь. Кстати, Вэвент, а попробуйте-ка таким же макаром устроить нам видеообзор администрации главы или госсовета. Это позволит людям иначе посмотреть на чиновников и депутатов. Ну, хотя бы на их здания. А напоследок, обещанные итоги опроса. Готовы ли вы закладывать силовикам взяточников? Ответов поступило, увы, немного. И больше всего отрицательных. Что ж, не готовы мы пока с вами помогать полиции бороться с маздоимцами. Может, для начала тогда хоть давать не будем. Мы не даем, и взяточникам брать нечего. И вот они тоже исчезают, как мамонты на горизонте. И настанет всем нам счастье. Ну, если, конечно, вдруг не начнут они сами давать на лапу, чтобы форму поддерживать. А у меня на сегодня все. Пишите в блоге, и вас услышат. До вторника.